Привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня у меня будет очень интересное видео. Для меня, по крайней мере, оно будет интересным. И я надеюсь, что для вас тоже. В этом видео я буду тестировать акварель ручной работы. И для этого я буду использовать бумагу от Lilia Holding. Такая бумага из хлопка с котиком. Очень классная бумага. Я думаю, на ней акварель точно заиграет. И, наконец, что касается акварели. Это акварель от Aquarelle Wings. Это абсолютно ручная работа. Мне прислали вот такие дот-карты на пробу. И зачем же нужны дот-карты? Понятное дело, чтобы попробовать акварель. Дело в том, что акварель ручной работы стоит на порядок дороже, чем производство на фабрике. Так как, понятное дело, что ее замешивают вручную. И человек раскладывает ее по кюветам. Поэтому цена на нее не дешевая. А так как цена достаточно дорогая, то хочется, прежде чем купить большой объем, попробовать цвета, решить для себя, какие цвета больше понравились. И для этого именно сделали такую услугу, как выслать дот-карты. Это такие карточки, на которых нанесено небольшое количество акварели. Ровно столько, чтобы сделать какие-то выводы, попробовать порисовать и сделать выкраски. Чем я, собственно, сегодня и займусь. Мне очень интересно попробовать эту акварель. Здесь указаны все цвета, которые мне выслали. Это набор именно блестящей, мерцающей акварели. Уже не терпится попробовать ее в деле. Еще мне положили такую милую открыточку от Акварель Винкс. Спасибо вам за такую приятную открытку. Вообще все было упаковано очень красиво, с душой. Видно, что не просто так на автомате это все делают, а с любовью, так что мне очень понравилась упаковка. Как все было красиво завернуто, с открыточкой. Каждая дот-карта пронумерована. Я впервые буду пробовать акварель ручной работы. До этого я пробовала только какую-то акварель, произведенную на заводе. Например, Невская палитра. А эта акварель полностью отличается. Создается такое впечатление уюта, тепла от того, что все вручную пронумеровано, сделано индивидуально. Это такое приятное ощущение. Хочу поближе показать бумагу от Лилия Холдинг. У нее такая необычная текстура. Ярко выраженная такая. И на ощупь очень приятная. И пробовать акварель я решила начать не с первых цветов, а с четвертого, пятого и шестого. Потому что я очень люблю фиолетовые, сиреневые цвета. И вот эти цвета мне прямо очень сильно понравились. Так не терпится их попробовать, что я решила начать именно с них. И я поделила лист бумаги на два равных листа. Потому что я думаю, что так как акварели небольшое количество, то на весь лист, наверное, не хватит. Поэтому буду рисовать на половинке листа. И каждые три цвета я буду пробовать отдельно, друг от друга. И попробую нарисовать каждой тройкой цветов свою композицию. Эти три цвета называются «Нежная медь», «Аэлита» и «Блестящая фиалка». «Аэлита» и «Блестящая фиалка» 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 я потом доработаю этот рисунок я специально не стала брать какие-то сложные композиции решила нарисовать что-то простое главное показать акварель сейчас она еще в мокром виде но посмотрите уже видно как она сияет просто потрясающие цвета из вот этих трех цветов я просто влюбилась в цвет номер пять а еще посмотрите как красиво выглядит вода в которой я смывала краску она просто какая-то волшебная мерцающие это что-то нереальное и следующая тройка цветов у нас это нежное золото лимонное золото и оранжевый блеск у меня есть ощущение что камера не до конца передает всю красоту этой акварели но когда я смотрю на нее в реальности у меня просто мурашки идут по коже потому что она очень красивая она очень сильно отражает свет и сияет просто как настоящее золото следующие цвета у нас это 7 8 и 9 это розовый металлик синий блеск и блестящая бирюза а Итоговый рисунок я покажу чуть позже, а сейчас начну тестировать цвета 10, 11 и 12. Здесь не указаны их названия, написано только, что это цвета хамелеоны. Ну что ж, посмотрим, как они выглядят. Субтитры создавал DimaTorzok Это потрясающие красоты цвета, но сейчас они пока еще не высохли. Посмотрим, что же будет, когда краска высохнет. Ну что ж, каждая композиция, которую я нарисовала, высохла, и я хочу показать вам результат. Начнем с первых трех цветов. Посмотрите, как они сияют на черной бумаге. К счастью, такого небольшого количества краски мне вполне хватило, чтобы и порисовать, и также сделать выкраску. Что касается рисунка, который я сделала, я сверху доработала его черной гелевой ручкой, чтобы это смотрелось как некая законченная работа. И посмотрите, как красиво сияет акварель. Как только на нее попадает свет, то она просто будто зажигается и действительно сияет, как настоящее золото, как некая драгоценность. Я выкрасила все цвета на акварельной бумаге. Подписала их, хочу показать вам, посмотрите, как они сияют. Честно говоря, камера не передает всю красоту, но у меня дыхание захватывает от этих цветов. У кого-то мурашки идут по коже от красивой музыки, у кого-то еще от каких-то впечатлений, а у меня от красоты акварели или каких-то арт-материалов. И эта акварель, она такая магическая, она просто завораживает, она действительно как уж нечто волшебное. Я стараюсь показать вам под разными углами, чтобы вы тоже увидели всю эту красоту. красоту, но даже так в реальности она выглядит намного лучше, чем на камере. Все цвета акварели хорошо выглядят также и на черной бумаге. Вот, например, 4, 5 и 6. Они такие сияющие, магические. Очень хорошо смотрятся на черном фоне, но и на белой бумаге выглядят они потрясающе. Вот так выглядит законченная работа. Я решила дополнить ее белой гуашью и сделать такие одуванчики. краски. Посмотрите, как сияет краска. Стоит только попасть свету, как она просто зажигается. все цвета, безусловно, прекрасные, но вот цвет под названием Аэлита. Он просто покорил меня, это нереально красивый цвет. Я очень люблю фиолетовые цвета, но этот цвет он так мерцает красиво, что просто великолепен. Итак, следующая работа и следующая тройка цветов. Это розовый металлик, синий блеск и блестящая бирюза. Из этой тройки розовый блестит ярче всех, синий и бирюзовый. Они более такие мягкие, но при этом тоже блестят. Они как бы металлические, а вот цвет номер 7, он еще и переливается и дает такой эффект мерцания. Хочу зачитать вам немного информации о компании Aquarelle Wings, которая производит эти замечательные краски. Информация указана на официальном сайте, ссылку на который я обязательно оставлю в описании в разделе о нас. Хотим поделиться с вами своими сокровищами. Много лет работая в музейном деле, изучая технологию иконописи, древние рецепты по окрашиванию тканей, работая в архивах и узнавая секреты старых мастеров, мы решили сделать для вас серию эксклюзивных акварельных красок в ручной работы. Совмещая старинные технологии, лучшие материалы со всего мира и экологически чистые компоненты, мы делаем эксклюзивную акварель, которой нет аналогов. С любовью, Aquarelle Wings. И используя эту акварель, могу сказать точно, что вся любовь и забота, которая была вложена, она действительно ощущается. Каждый цвет уникален и прекрасен по-своему. И следующие три цвета, которые я пробовала, это цвета хамелеоны. Мне было указано название каждого из цветов, но тем не менее их объединяет то, что они меняют свой цвет при определенном угле просмотра и при определенном освещении. Эти цвета сияют как настоящее золото. Вы можете это видеть. И такой интересный эффект от переливания цветов. Если на них не падает цвет, то они кажутся какими-то землянистыми, коричневатыми такими. Но при падении света мы можем видеть с вами четкий розово-фиолетовый, золотой и медный. И эти цвета отлично смотрятся на черном фоне. Они так красиво сияют и переливаются. Просто невозможно оторвать глаз. И наконец три цвета, которые называются интерференты. вы можете видеть, что их почти не видно, если смотреть под прямым углом. Но стоит чуть-чуть повернуть лист и они начинают сиять голубым, фиолетовым и розовым цветом. Мне эти цвета напоминают жемчуг и блеск морской раковины. Ну, по крайней мере, такой же эффект мерцания. На черном фоне они выглядят белыми. Но опять же стоит повернуть лист бумаги и вы можете видеть вот это вот цветное сияние. Это очень красиво. Думаю, эти цвета можно использовать в каких-то необычных работах. Я не придумала пока, как их использовать. Поэтому у меня нет работы с использованием этих цветов. Я сделала только выпрыску. Но если я что-нибудь придумаю, то я обязательно покажу вам. А пока на этом все. Я надеюсь, вам было интересно. Точно так же, как и мне. Потому что я получила огромное удовольствие от рисования этой акварелью. Она действительно потрясающая и уникальная. И, подводя итоги этого видео, хочу сказать, что стоит попробовать эту акварель. Да, конечно, она не является бюджетной. Цены на нее разные, смотря какой цвет вы хотите попробовать. Рекомендую вам посмотреть на сайте цены, цвета. Вот эти цвета, которые я сегодня пробовала. Это лишь маленькое количество из всего ассортимента. Пишите в комментариях, пробовали ли вы когда-нибудь акварель ручной работы. Либо хотели бы попробовать. А также пишите, какой цвет из тестируемых мною сегодня вам больше всего понравился. Мне будет очень интересно это узнать. Спасибо вам за просмотр этого видео. Увидимся с вами в следующих видео. Пока. 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 Пока.